Рынок топлива стабилизирован. К такому заключению пришел вице-премьер Дмитрий Козак. В первый день Петербургского международного эконом-форума он объяснил журналистам, что не видит причины дальше замораживать цены. На сегодняшний день из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен на нефть, оснований предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашение после 1 июля, нет. До 1 июля еще полмесяца, а на Алтае за две недели уже ощутили перемены. Сначала на 15 копеек подорожал, потом на 25. Я и так стараюсь много не ездить. Бензин дорожает, все остальное дорожает. Автомобильным же продукты возят, продукты, все остальное техникой. Влияние бензиновой стоимости на продуктовую эксперты не отрицают, но просчитать его не берут. Мол, ценой топлива могут и прикрыться. Сам бензин скакнет в теории до допустимой инфляции в 5%. На сегодняшний день мы увидели изменение цен в среднем 50-70 копеек. То по логике вещей до конца этого года мы еще увидим повышение цены от 1,5 до 2 рублей на АЗС нефтяных компаний. Но тут есть второй вопрос. Это АЗС частных компаний. Но если до конца года допустимый порог превысит, правительство обещало вновь вмешаться в ситуацию. В целом же в рамках Петербургского экономфорума, где сделали заявление о разморозке цен топлива, вопрос бензина не обсуждали. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.